Я приветствую всех трейдеров, с вами Ркадий Романович и за 10 минут вы узнаете то, как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Не скажу, что вы станете мастером за 10 минут, но то, что я вам покажу, значительно упростит вашу торговлю, позволит находить идеальные точки входа в рынок, без использования индикаторов, без каких-то дополнительных знаний. В общем, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте, что у нас есть сайт TheTrader.ru, где размещена дополнительная информация по обучающим курсам и моим торговым системам, которые я лично использую. В качестве примера я возьму нефть, часовой график, это может быть любой другой ваш инструмент, ваш таймфрейм, любая платформа не имеет значения. Что мы сделаем в первую очередь? Мы возьмем рисование горизонтальных линий и поставим на самые правые максимумы, самые правые максимумы и минимумы. Вот у нас самый правый максимум, вот у нас самый правый минимум. Так как они самые свежие, мы будем говорить об этих зонах и как торговать. Что есть сильный уровень поддержки и сопротивления? Я вывел два основных критерия. Это свежесть, то есть это самый свежий уровень, который сформирован на вашем графике и который не уходит далеко влево. И второй критерий. Цена касалась этого уровня минимум дважды до входа в рынок. Что значит минимум дважды? Вот здесь мы видим одна точка касания. Да, мы можем посмотреть налево и сказать, что вот здесь было касание, вот здесь было касание. Но я рекомендую вам смотреть на вот эти самые свежие уровни тогда, когда цена касалась их минимум. Еще раз подчеркну дважды. Вот это касание номер один. Касание номер один. Поставим единицу здесь. И если, скажем, я хочу здесь продать, потому что это зона, где были продажи. Самая свежая зона, это очень важно, свежая зона, то я жду, чтобы цена пришла и сформировала еще одно касание. Это будет касание номер два. Касание номер два. И затем я жду паттерн подтверждения, чтобы войти на третьем касании. Например, это может быть ретест в форме вершины, когда цена дошла, отскочила и затем пришла снова. Это будет три точки. То есть до входа в рынок нам нужно два касания. А на третьем касании мы открываем сделку, когда видим подтверждающий паттерн. Это может быть ваш сигнал с фичного анализа. Графический паттерн. Сигнал со стороны осциллятора. Не имеет никакого значения. Но чтобы эффективно находить точки входа и правильно определять эти точки входа, а точками входа являются уровни поддержки и сопротивления, то требуйте минимум два касания самого свежего уровня. Вот здесь у нас самый свежий. И посмотрите, как интересно, что внизу у нас есть раз, два, три касания. Нижний уровень уже подтвержден. И вот в этой области нам остается получить сигнал на вход в рынок. То есть здесь нам не нужны дополнительные касания, чтобы дальше ожидать сигнал. Нам нужен сигнал на этом уровне. Еще один важный момент. Брать хвосты, то есть тень, свечи, или тела учитывать тоже. Я рекомендую брать и тень, и тело. Вот здесь мы видим самое нижнее тело. Если мы говорим про поддержку, вот здесь видите? Самое нижнее тело. Если мы объединим вот эти три минимума, то по отношению к этим трем минимумам самое нижнее тело вот здесь. И мы можем выделить, поставив сюда горизонтальную линию, таким образом у нас будет зона. То же самое мы можем сделать здесь. Зона. Это зона пошире, это чуть поуже. Но все равно мы требуем касания. В идеале это симметричное касание. Что значит симметричное? Это если поставить горизонтальную линию, то мы объединим раз, два, три, даже четыре здесь. Видите, да? И что есть касание? В идеале касание-то, когда цена коснулась, отскочила от уровня. Потом снова пришла, протестировала. И между касаниями есть пространство незаполненное. Видите, да? Вот здесь, где моя мышка, вот здесь. То есть мы подошли, покупатели купили, цена отскочила. Потом цена вернулась. Никогда вот такие тесты, видите, тест, тест. Видите, вот здесь, да? Вроде тоже два касания. Но еще раз. Это не то, как мы квалифицируем уровень поддержки и сопротивления. Надежный уровень поддержки и сопротивления. Определенно, если я перейду на 15-минутной графике или 5-ти, здесь, возможно, будет несколько касаний вот в такой форме. Но это другой временной масштаб. Поэтому, когда мы говорим о надежном уровне, помимо того, что он должен быть свежий, должно быть минимум два касания до третьего касания. Точнее, до входа в рынок. До входа в рынок. Раз касания, отскочили, пришли снова. Потом рынок отскочил, пришли снова. И вот здесь, на правой стороне, мы уже можем искать сигналы на buy. Неважно, были ли здесь покупки или нет, цена, мы видим, снова пришла. И если здесь появится сигнал, потому что мы не просто торгуем от уровней, потому что цена пришла, мы ждем подтверждающий, свечной или любой другой сигнал, который работает. В моих правилах несколько сигналов, как свечных, так и графических, которые я использую для входа от уровня. У вас это могут быть похожие сигналы, либо какие-то индивидуальные, которые вы нашли на графике. Здесь, например, наверху уровень не подтвержден. Мы требуем еще одного касания, потом третьего касания. То есть на третьем касании, я уже много раз это повторил, но это очень важно. На третьем касании вход. На третьем касании вход. Вот здесь у нас уже достаточное количество касаний, мы ждем паттерн только на вход в рынок. То же самое вы можете сделать и с этим уровнем, который вот здесь слева. То же самое с любым другим, которым может быть снизу. Вот такой простой способ определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Ну а если вы стремитесь понять закономерности движения цены и заработать на этом, в частности, я говорю про паттерны. Если ваша задача добиться стабильности в профитах, то добро пожаловать в наше профессиональное сообщество. Пройдите под этим видео по ссылке и изучите обучающие курсы торговой системы и стратегии, которые вам в этом помогут. Все, всего доброго и до связи. Пока.